Так, 11.11. Начинаем работу. Самый важный этап. Разогрев кончился. Всё серьёзно, теперь только хардкор. Прошу понимания, версия, обсуждения, недопонимания. Нам начинаем. Давайте я начну тогда. Значит, версия такая на сегодняшний день. И группа должна работать по теме, если совсем абстрактно, онтоцикл, я так понимаю. Для конкретизации за основу берётся схема потенциально актуальная. Но это такая, та охватывающая рамка, в которой мы должны мыслительно двигаться. Двигаться, решая, ну, какую цель мы должны продемонстрировать завтра на сцене, вот именно, как из схемы 21 вытекает схема 22 и 23. Причём это сделает демонстрацию. Ну, здесь ещё важно заметить, ну, что было сказано, что эту задачу ещё никто не решал. Это такой вызов для методологов. И это очень значимо для всего. То есть, если чувство, ну, вот так прикрепиться, это онто основание, с помощью которого, опираясь на которое, в общем-то, можно всё бытиё не случайным образом разглядывать. Ну, это уже моя прибавка. По плану. По плану предлагается сначала поработать с самим субъектом мысли. И здесь как раз уже первый шаг осуществить переход именно с 21-ю благотворительную схему. И, если я правильно вот здесь понимаю, сам уже переход, он должен быть в логике, что схема 22 уточняет схему 21. Либо схема 21 уточняет 22. Здесь надо разобраться. Я согласен с этим. И схема 21 уточняет 22, да? Или наоборот? 22 уточняешься. 22 уже это... Какой уточняешься, да, вводим 22? А, вот. То есть, если по, допустим, по аналогии... Ну, логике уточнения, да, где мы квадратики рисуем, да? А тут просто кружки, да? То схема 21 – это исходный предикат, а схема 22 – это уточняющее. Ну, здесь просто до конца, чтобы это понять. А вот у нас вот эта штука, когда у нас входит. А вот эти этапы... А, это что-то происходит-то? Что-то такое вот случилось. То есть, мы сюда вот... А это 21. Мы ее разворачиваем и видим внутренность и содержательность. А справа у тебя значок морфологии, что ли? То есть, ты схему 21 берешь за основу, да? Ну, точнее. А переход рисуешь таким образом. А, он же одношарный. Да. Одношарный. Шаг. Да? Ну, вот это... Вот смотри, вот это... Ну, как? Я пока... Я не готов прикрепиться. Почему? Потому что это новая уже интерпретация. Я сейчас пока вот... Это уже будешь содержать. То, что держать. Это... А сейчас понимать где-то в организованность. Да, да. То есть, по второму шагу читаем предикат. Именно вот эту онтал-схему восьмерку, так называемую. Эта задача тоже раньше и решалась, но однозначного прочтения, в общем-то, наверное, в согласованном варианте его нет. И после этого, третий шаг, группа, ну, как бы основную такую задачу решает, ну, потому что, вроде как, по замыслу закончится должно соотнесение. И в соотнесении, результатом этого соотнесения уже, ну, такая матрешка из этих схем, а основанием матрешки выступает онтасхема. То есть, опираясь на эту схему, она инструментом является для того, чтобы обоснованным сделать вот это неслучайное взаимодействие этих схем. Как, ну, так я понял задание. Так? Как игроки, у меня очень похожая версия. И у меня? Ну, если я правильно понял, то я задаю вопрос. Правильно я понимаю, что мы в данной работе полностью, ну, я здесь, как, гипотеза моего понимания, почему такой план, что, ну, если группа культурщиков, да, то это чисто предикативная работа, концептуальная. Вот. И в связи с этим вопросом, правильно ли я понимаю, что мы в этой работе, к субъекту мысли, который был ранее, ну, группе, а это ММПК, мы не обращаемся. Вот, в сегодняшний день. Очень хороший вопрос. Я его вчера задал на игротехничке. И, то есть, по идее, в культуре мы полноту должны, да, но, как бы, вроде бы, как правило. Но так как мы индустрия, мы производим средства, средства производства, то я согласен, да, именно. Не обращаемся. Да, именно мы этим должны заниматься. Все три лаборатории это делают, а мы готовим эти супермощные средства. Поэтому это чисто наша задача, это наша работа. Ну, все остальные просто... Вопрос на понимание задал. И перехожу не в критическую позицию, потому что критическая позиция предполагает... Хотя это критическая позиция. Да, 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 все на законе. Да, мне кажется, что, ну, пока формально автор, да, не учел общего тематизма, ну, всего модуля. Ну, абстрактная у нас тема, антологическое проектирование, а конкретизированное уже, ну, как мы и говорили, переход МНПК в будущее состояние сокращено. Согласен. Это я как бы вот здесь, мы как раз доедем. И если, допустим, это так, мы должны это учитывать. Это один момент. Второй момент. В консультации, как мне тоже показалось и услышалось, Олег Сергеевич говорил, что вот этот сам переход из схемы 21-22 нужно осуществлять, разыскивая в субъекте, а в субъекте, я понимаю, что это жизнь МНПК, то, что соответствует этому переходу. И тогда, вроде, в моем понимании, в решении данной сегодняшней задачи и вопрос, связанный с переходом со схемы 21-22, и розыск в живом материале по поводу МНПК, вот этих моментов, мне казалось, мы его должны тоже показать и продемонстрировать. Но вот здесь у меня такая критическая, критический момент. Я обозначил эту акцентировку, и я не могу между ними выбрать. Я полностью здесь с тобой согласен. И я основную часть на игротехнической, я пытался, скажем так, выяснить этот вопрос. Здесь у меня тоже нет готового решения. И как группа согласуется, и я бы, может быть, имел бы предпочтение к этому, на работу. Но, как я понял на игротехнической Олега Сергеевича, на установке, он истолкал сюда. Поэтому я эту акцентировку выбрал. Но, как мои личные предпочтения, я, наоборот, укрепила в моей позиции, скажем так, противопоставиться мета-игротехнику и выбрать другую акцентировку. Не утонуть сейчас в антологистике. То есть это совпадает как бы с моей установкой. Вот, эту я версию ввел. То есть это поддерживает Олега Сергеевича. Правильно я тебя понимаю, что сейчас в нашем взаимодействии коррекция в плане может быть, да? Конечно, это же просто версия. Я напитал на обсуждение. Как группа согласуется? Не важно, кто тут. Ну, вот я, со своей стороной, я процедуру совершил. Я склоняюсь к версии, скажем так, твоей. Но отбучил акцентировку предпочтений мета-игротехника. Тем более все будут решать эту задачу, скорее всего. И здесь у них, ну, опять же, субъективно у них будет перегруз. То есть если мы еще выдадим, да, у них своя версия, у них будут еще две групповые версии. Еще будет группа, м-группы версии. Ну, культурная группа, это одно и то же. И они вообще там. Так что, кто еще выскажется? Давайте, у нас две, скажем так, позиции уже обозначены. И приоритеты обозначены. И кто хочет защитить мета-игротехника с его выбором на день. С его задачным выбором? Ну, в идеале бы, в чистом виде пройти. Ну, то есть сперва. А потом уже то, что мы как бы прошли, применить на субъекте мысли. Я так понимаю, что этот не субъект мысли, а говорит правильно, да? Мы его применяем, этот материал? Нет. Это предыдущий другой был? Вот он, вчера шмот. А, вот вчера шмот. Ну, просто у нас не четко оформлен. Да, это не правда. Я соглашаю, что мы черновид вынесли. Ну, извинения были принесены тогда, но понятно, что надо было в чистоте перерисовывать. Ну, страшно, это не позорно, но постараемся. Согласен, по точки зрения, стараемся. Требований группы культуры здесь чистота должна быть. Ну, это ориентир все-таки, да. Так, Ром, ты утверждаешь, что... Нет, это я не утверждаю, я... Ты выводишь сейчас свою версию понимания или в поддержку, скажем так, критики и авторской версии? Или ты свою версию сейчас... Давай свою. То есть, сегодня нужно решить задачу по... То есть, если у тебя-то был акцент пройти в чистом виде, без применения субъекта, ну, да, прочитать, ну, то есть, прочитать этот, где у нас... Ну, вот этот, да, переход осуществить в 21 схему 22. Что из себя породить? Чисто, да, вот. И потом, вот этот переход у нас уже на... Применить на субъекте мысли на это, и вот это вынести на демонстрацию. Такую задачу поставил Олег Сергеевич сегодня на установке. Вот, мы можем в другую акценттировку выйти. В какую другую? В субъект мысли. Ну, я, вот, и дожать его. Я согласен, вот, с Андреем, что в итоге на демонстрацию, на демонстрацию, мы должны будем вынести, вот, с помощью этого субъекта мысли, применяя схему 21 и 22, вынести демонстрацию. Ага, а, смотри, в чем фишка. Вчера обсуждалось на игротехничке, что из пирамиды можно вытаскивать с абстрактного уровня, как моно, вот этот предикат, или вытащить, применить 21, применить 22. И это дифференциально использование схемы, и это нам не подходит. То есть, мы можем применить предикат только в диалектическом единстве. То есть, мы вытаскиваем уже как моно, то есть, это как часть моноцикла. То есть, мы увидели в нем 21 схему, а дальше мы увидим живущую в нем 21, 22, 23. То есть, мы используем или порядок, или вот так, сначала, как вы делаете, сначала 1, потом 2, потом 3, потом 4. Арида положена, что ли? Да. Ну, нет. А ты говоришь, вот, применить 21 схему, потом 22. Ты представляешь? Или я неправильно? Нет, я же сказал, переход сейчас существует от 21, а в каком этапе? Вот, 22, вот у тебя. Вот, породить из 21, 22 схемы. Да. Потом, что ли? А потом ты предлагаешь соотносить. То есть, породили, да, потом или субъект мысли. Субъект мысли ты предлагаешь оставить это, который есть. Да. То есть, ты считаешь, что он доработан уже, и не надо с ним рисовать? Ну, рисовать его, ну, то есть, как-то одну. Не, окей, окей, я же пытаюсь понимать. То есть, шаг в введении попробовать сделать 21, 22. Да. Или 23 тоже. Ну, хотя бы минимум, вот это, снижая, 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 снижая. Да. Субъект мысли оставит тот же самый, да, который уже есть, и в таком виде. Ну, аккуратно просто сделать, зарисовать, да. То есть, производство культуры мышления оставить вот как деятельность, и все не трогать. А в результате применения средства у нас может быть там модификация, да, какая-то случится, и он самоусложнится. Так, хорошо, версия понятна. Альтернативщики еще есть? Вика, ты как в антологистике утонем? И... Ну, вот... Я... Ты меня спрашиваешь? Да. Ну, тогда... Можно ответить? Материал, касаемый историей МПК, я бы вносила как иллюстрацию, не как работу с субъектом, если почему? Потому что здесь, с одной стороны, это же вертикальное движение, но у нас же в горизонтале здесь тоже есть... Ну, у нас будет и согласение субъекта и предиката, но другое содержание будет. Если мы в качестве субъекта берем опыт истории МПК, ну, меняется вообще, ну, мне кажется, это прям противоположная задача по заданию. Единственное, что меня смущает, это, что это первая неделя. Вроде как мы должны работать по идее субъекта, мысли. Опять же, ну, с каким? В естественном режиме, но в каком шаге? Насколько я приняла замысла Ларина Сергеевича, это все-таки напрямую априорно мы делаем шаги, пускай естественным, как мы можем пока, но в априорном дедуктивном введении. А история МПК субъектностной мы используем как иллюстрацию, подтверждение, ну, оживление того материала, абстрактного, с которым мы работаем. Не как материал для работы. Единственный вопрос у меня здесь возникает, вот здесь на схеме тоже к плану, да, если можно? Вот здесь, поскольку в потенциальном схема 21 уже, ну, по замыслу Олега Сергеевича так, или это твоя версия? Нет, просто сюда, в отпол, с нее начинается все. Просто, насколько я поняла, ну, здесь вот у меня тоже вопрос немножко... Это сегодня разработаем, конечно. Если я правильно понимаю, Николай Греевич, то это просто, что об этом будет? А, как содержательно, да. Да, с нее уже мы с вами. Я думаю, что это установка, Олег Сергеевич, потому что только я увидела, что это как предикат, в том числе и в 21-й, там же не факт, что в потенциальном схеме. Это просто я нарисовал, потому что мы поработали с 21-й схемой, и у нас есть версия прочтения и групповая, скажем так, вот рисунок. Я просто увидела на рисунке и думаю, ну, это уже как принято, что у нас там в потенциальном мы про 21-й говорили. Если это просто так нарисовано, то... У нас ничего не принято, у нас творческий полет. Вот, и здесь еще вот тоже такой акцент в работе, вот к этой схеме я бы посоединилась. Если мы выводим схемы, вот эта схема про актуализацию потенциального, она очень абстрактная. Конечно. А вот здесь бы, ну, нечего хочется, куда устремиться, в эту глубину. Вот основание вот этого перехода. Вот, я предположил, что это как раз вот исходный онтоцикл, он и есть основание. Там заложено вот раскрытие... Ну, она слишком абстрактная, она все-таки актуализация потенциального. Она предельно абстрактная. И там еще что-то можно, может быть, убедить, да, в самом потенциальном, что позволяет разворачивать. Потому что здесь мы видим следы разворачивания, а ну, какое-то же есть основание для именно такого рода переходов. Вот от нас ждут ответ как раз. От нас ждут ответ этого. Поэтому я за то, чтобы дедуктивно выводить, а материал истории ММПК использовать как иллюстрация для оживления движения. Так, вопросик можно? Версия. Материал истории ты имеешь в виду... Субъект мыслей. А, то есть это считаешь историей ММПК, да? Ну нет, это история настоящее состояние. А, то есть вот это реальное наше состояние, это вот... Ну, это и результат истории, там, срокопитивно. А, так, скажи, пожалуйста, для иллюстрации вводить это как? То есть мы вводим фазу соотнесения, коротенькую, как получится, набросали и все. Или вот что ты подразумеваешь, иллюстрации, соотнесения? То есть меньше времени на это потратить? Я подразумеваю, что не субъект ведет, а субъект используется, ну, как теория, практика. Субъект используется для подтверждения, для обращения к оживлению, но не как тот материал, который ведет к разворачиванию. А, так, но фазу мы вводим в групповую работу? То есть у нас, когда мы подготовили... Сопровождающая. Это сопровождающая. Всю групповую работу или мы выносим это в сценарий, и у нас будет сцена соотнесения? Нет. Это как сопровождающая рефтексия, сопровождающая процедура иллюстрации материала, в той степени, как это есть необходимость. На сцене это будет у нас? Конечно, ну, если будет необходимость, да. То есть мы разработаем эту фазу, соотнесение проведем, и назначим ролик, и вынесем сцену на демонстрацию. То есть это будет фаза работы мысли технической. Правильно? Ну, тут нужно думать. Давай подумаем, потому что, ну, это достаточно объемная работа будет у нас. Да, правильно? Мы подготовили это все, сделали шаг, выделили. Я, кстати, говорил о том, что шаг, например, да, перехода, схема абстрактная, 21-22, дедуктивно выводится. Да, 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 я понял. Но воспоминается какой-то яркий сюжет, который может это проиллюстрировать, да, там, начало, например, генезис-создания, вот, а, все, я понял, я понял. И иллюстрируется в качестве иллюстрации, а не особой процедуры соотнесения, нет, для оживления иллюстрирования. А, 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 то есть мы скрываем, да, скажем так, и если мы крутой, вспоминаем какой-то поворот, да, крутой сюжет, который очень круто, прямо. Ну, верхний сюжет, который может продемонстрировать. То есть не отдельные фазы, да, сопровождающие, если приходит в голову какому-то игроку, да, и он вносит на группу, и актеры докладывают... Как комментарий. Как комментарий, все, я понял. Для оживления, потому что абстрактно сложно воспринимать на выдруге. Я понял, я понял. Для оживления и для алификации. Ясно, версия понятна. То есть Андрей предлагает разыскивать в циклике объекта, ММПК, вот эти все основания, а ты же предлагаешь разыскивать это в антологии, да, и иллюстрировать, соответственно. Я, Коль, ты тут чуть-чуть доволен. У меня вопрос был к тебе-то, насчет используемой, не используемой. А вот к самой процедуре уже мыслительной, я бы ее развернул вообще графически. Что я имею в виду, потому что здесь вот тонкие такие моменты, но это же после того, как, ну, все высказывают. То есть я вот сейчас такой вот делаю, что вроде бы в решении данной задачи все-таки надо будет как-то научиковать судьбе мыслей. Да, это уже хотя бы дополнительное то, что к твоей версии можно прицепить. И акцентировка и у Ромы, и у Вики в том, что, конечно, частоту вот этого перехода от схемы 21 и 22 хотелось бы, ну, концептуально продемонстрировать, ну, в предикативном языке не обращаясь. А потом уже, когда этот переход в чистоте, ну, я вот понял, как. Итак, у нас одна версия, мы соотносим предикат конкретно абстрактный с абстрактным. То есть это вот один вариант, который был предположен. И на следующей фазе мой результат, так как он называет, да, П у нас получается ПАК. То есть ПКА, ПАА, ПАК. Соответственно, и ПАК мы переносим в качестве предиката, а здесь уже тогда судьбе мыслей. И это у нас вот эта консеркция. И это одна версия, да, у нас получается. Альтернативная версия, мы сразу в субъекте мысли, да, по твоей версии, разыскиваем. Тогда у нас в качестве предиката, что ты предлагаешь взять для разыскивания абстрактного? Я бы зарисовал. Я просто метод что-то хочу. Давай, да, просто здесь, чтобы понять, что я говорю, последовательно с тобой внести. Давай я зарисую сам тогда. Пуля, а там вот, извините, пожалуйста, вот сразу КА, а потом АНИ наоборот, сначала конкретно абстрактно-конкретно, а потом конкретно-конкретно. Вот у нас конкретно абстрактный предикат. Вот конкретно абстрактный предикат. Вот они. Конкретно абстрактный. Да? Вот это, абстрактно-абстрактный, это исходная анталлогена, самая исходная, прям полная потенциальность. и мы их соотносим, у нас получается динамика содержательной циклы, получается абстрактно конкретно, то есть мы соотносим вот этот, вот с этим и получаем вот этот, вот АА, версия, версия просто покажет, о чем я говорю. Я пытаюсь фиксировать версию технологической формы, Виктория, какой был замысел, а вот это уже, это вот эта развалюха, схема 21, это схема 22, это ПКА, это ПАА, а между ними ПАК, вот такая версия, и у нас получится вот эта штука. Продолжение следует... Просто определить, с технологией работы, я ничью версию поддерживать не буду, я свою обозначу, я вашу только буду оформлять, пытаться, стараться. Пока очень гармоничную версию, я вашу радующее, справлюсь. Снова фальс перешли у всех в мобилизацию. В понимающем режиме, я здесь уже много поговорил, не буду повторять, есть согласие, нет возражений по поводу движения. А уже следующий момент, да, только на этом остановиться, либо что-то еще, да, как. Правильно, вот с этими шагами ты присоединяй. Ты согласен, что эту задачу надо решать? Это и есть, мы будем строить абсолютно язык. Ну, я почему спрашиваю, что к моей критической, ты говоришь, вот, без субъекта мысли. Ну, на этой фазе пока говорят, что я просто так понимаю. Так вот, ну, я вначале отношусь к этому. Да, я говорю, с этим я согласен. Пока, ну, первый. Первый, да. Ну, я, я сейчас должен высказаться целостность, и когда я целостно выскажусь, понимающий увидит всю целостность. Высказываю, я нашу. Потому что, если я сейчас только часть буду высказывать и все время достраивать то, что я пока еще не говорил, мне очень сложно будет в авторской правительстве находить. Я сейчас мысль завершу, а потом уже вопросы на понимание там или на критику. Вот. То есть, теперь я беру, вот, мы все-таки же это делаем, ну, именно в лаборатории культуры мышления, да, в нашей группе культуры мышления. Я беру нашу вот такую схему, да, то, что Андрей выступал. Говорит, а вот наше место культуры мышления. В культурном мышлении что? Основное это что? Это абсолютно язык, да. Как я понимаю, что вот это за три шага? Это, ну, я пока понимаю. Это и есть построение вот этого абсолютного языка, да. То есть, мы берем двадцать первую схему, выводим там двадцать вторую и двадцать третью. То есть, мы сейчас для себя сейчас средства, ну, строим. То есть, вот эта средственная часть для нас самих. То есть, по большому счету, ну, я не буду рисовать, это как бы мы строим свои средства. Но средства же можно построить и оставить, да. А по схеме я вижу, что сама культура мышления, лаборатория, да, эти средства еще и применяют. Для чего? Да. Для того, чтобы в конце получить высший критерий. То есть, это средство, но должно быть высший критерий, да. Это же не сами средства. Надо высший критерий получить. Работать должен вам. Потому что эти высшие критерии мы потом должны отдать в другие лаборатория. И применять. Но другим пока не трогаем, и пока у нас есть, да. Соответственно, вопрос, что значит получить высший критерий. И здесь я говорю, что надо взять проблему в жизни МНБК, ну, реально, да. Ну, к примеру, там. Ну, я даже пример могу привести. Ну, сейчас не буду ходить, чтобы сейчас не усложнять. То есть, какую-то ситуацию из жизни МНБК, и с помощью вот абсолютного языка мы выводим и говорим, а вот высший критерий, как надо жить, как надо действовать, как должно себя вести. То есть, высший критерий жизни, поведения, там, проекта, ну, сейчас я перечитительно не буду содержать. Тем самым у нас получается, что с одной стороны мы вот это разбираем, а когда возникает вопрос, а мы субъект будем брать? Я считаю, да. То есть, мы с субъектом МНБК. Ну, вот я сейчас буду сюда возвращаться, да, как Андрей говорил. Мы, ну, какие-то сложности же есть, мы это берем как субъект мысли, реально, да, берем абсолютно язык. Ну, вот. А как схему 21 применить к проектированию МНБК? Переходы одного, остальные, другие. Ну, это глобально. А как применить это к организации групповой работы на модуле? А как это применить к работе ученика? Ну, причем на высших критериях, да? А как это применить к работе игротехника? То есть, показать не только сами построение высших критериев, но и показать применяемость высших критерий на том примере, тем самым мы выполним работу и в создании абсолютного языка, и высших критерий под ту задачу есть, которая стоит в МНБК. Всегда, например, субъект выставил авторскую версию, понимание, и плюс добавки, может быть, критические, или там, своих, я вот, понимаешь. Готов выслушать уже. Понимание понимающего авторской версии. Ну, и в связи с этим ты мог бы тогда, ну, если, как сказать, на план как влияет это? Да, хороший вопрос. Хотел задать. Вам влияет только следующее. То есть, нам надо по времени увидеть, куда включить вот эту часть. Ну, да, на какой фазе. Ну, ну, вот сейчас попостроим вот эту линию, да? А я там же говорю, вот, ну, по большому счету есть единицу мысли перенести в акт деятельности. Вот он, по сути, вот она. Какой-то субъект мысли мы берем. Берем вот эту конструкцию, которую мы построили в качестве абсолютного языка. И должны построить что? Как результат должны построить высшие критерии. Чему? Всего бытия. И нас конкретно как? Лишь бы хватило. Да. Поэтому надо считать у Спросникова. Если я правильно понял, надо подумать, на какой фазе групповой работе включить субъектность. Ну, она вырисовывается четвертой фазой. Да. То есть, первые три не меняются. Не меняются. Просто время надо откорректировать и все. То есть, это вот эта четвертая фаза. Ну, и время надо скорректировать только. Выделить на нее время. То есть, ты и учел Викторию, да, ее пожелание, что это постоянно должно работать на субъективности. И без этого работа не будет закончена. Ну, просто, если мы не покажем, как применять эти, ну... То мы и брем. Ну, как Илья Сергеевич говорит. Ну, двадцать первых, которые мы набрали, это покажите, как примите. Как на технической работе, к игрокам, к организации деятельности. Ну, примите, покажите. Если покажем, о, правильно. А если не сможем показать... Все можно и без церкви. Ну, игры разума. Настроили конструкции, которые к жизни никак не примите. Вот и все. Я думаю, что это вообще церковь. Надо показать эту педницу, о чем там мы вот пришли, вот ее педницу показать. Только если она акторно, с точки зрения действия, акта деятельности, а здесь с точки зрения акта мусульного. Доклад окончен. Разрешите присесть. Да. Спасибо. Мне кажется, это удерживает версия. То есть, мы... В чем разница, да, я говорю? Мы начинаем с подготовки предиката, да, а мы не разыскиваем там. Андрей, как ты? Это сильно меняет твою... Ну, если... Я возьму на тебя максимум 10 минут и зарисую. Ну, давай-давай, чтобы мы закроем. Чтобы мы, в общем... Да, то, что... У меня вот... Что напряжение у тебя делает? Да. То есть, я сейчас перехожу уже из критической позиции, где мы с тобой согласовались и нету, ну, особых, то есть, противоречий с точки зрения того, что субъект мысли надо использовать. Ну, вот это основная была. Ты имеешь в виду на первой фазе, да? В нем искать. Я уже сейчас, так сказать, хочу отнестись к плану непосредственно. Потому что, если в плане субъекте и мысли лежат конструкции вот эти, я опланирую, я опланирую. 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 То есть, у меня одно из оснований было, я еще опирался на тему изначально, которая уже. Тема, она из двух частей состоит. Тема абстрактная. Мне вообще непонятно, что делать. Антологическое проектирование, да? Антологизация проектировочного мышления. Да. Ага. Антологизация. Антологизация Олег Сергеевич уже сделала. У меня больше 500 тамов, по-моему. Я не знаю, что онд, это антогонетический так звучит. А антогонетический так звучит. Антогонетический так звучит. А, мы же пифилолог. Я не лабидо онда. А ты филолог? И это одна рамка. Это же он. Онд. А, скажем, абстрактно-конкретно уже, это тема перехода. Онд. Онд. Вот. Андрей, абстрактно-конкретно это ты на день имеешь в виду? Или на группу? Нет, это я просто про тему говорю. Как бы. Ну, тема в любом случае, она одна. Только есть абстрактная интерпретация. А это более конкретный, переход ММПК, но там тоже проектировать. У тебя конкретизация идет с учетом акцентировки группы, или с учетом фазы модуля? То есть это абстрактно-конкретная на? На модуль. На весь модуль. А, вот так. Хорошо. То есть это тема модуля? Тема модуля. Нет, я имею ввиду, абстрактная это тема модуля. абстрактная конкретно это тема фазы модуля или эта тема группы или это наша это конкретизация абстрактная тема вообще-то всех для всех технология и на проектировочном не показалось бы да и переходы в мпк из настоящего в будущее то есть если проекта не будет то и нафиг это все надо с этим так как уже мы работаем я сейчас пишу что было на мышление было что то есть это что мы сделали уже в этом движении наш продукт уже чистый первый шаг что мы сделали взяли взяли схему 21 применили и получили ответ на вопрос в чем идея и базовый процесс графически второй шаг который мы сделали мы уже взяли ммпк как как уже конструкцию которой выделено уже было три части и запишу пока культура стратегия педагогика да и применили схему 21 и у нас получилось в результате соотнесения у нас получилось ну работа была перевыполнена потому что сейчас я зарисую здесь я сейчас не претендую на еще точнее на правильность решения задачи с точки зрения содержание которое вы приписали другим группам то есть могут не принять на нашу версию правильное дело потому что мы по поводу и стратегов и по поводу педагогов формально подошли то есть у нас были здесь и с ромой дорогу я не согласен что там субъективность ты говоришь технологии и нормально это хороший материал для все таки а что по сути в базовом процессе педагогов как лаборатория что по сути и так далее это еще но мы для чего это сделали мы вкинули содержательность а самое главное мы показали работу 21 схема в чем показали а вот эту одношажность за счет применения другого средства продемонстрировали важно было что исходным материалом является что за средство и какой конечный продукт в каждой лаборатории это мы сделали тем самым мы ответили на вопросы я сейчас что выделю мы должны были это сделать только по нашей группе у нашей а сделали по всему ну и ладно сделали и сейчас я пока не существенно что такое превращение произошло появилось понимание идеи идея лаборатории культуры мышления и базовый процесс лаборатории культуры мышления понятно что и идея и базовый процесс всех базовый процесс мы тоже проговорили правильно неправильно неважно то есть если смотреть пошаженно идея и базовый процесс базовый процесс если смотреть пошаженно движение мы с точки зрения анализа объекта проделали определенную конкретизацию да и это можно назвать развитием потенциальном то о чем вчера говорил Олег Сергеевич нам этого достаточно нет это было и перехожу к сегодняшнему дню Андрея можно вопрос что там не хватает как ты думаешь в базовом процессе вот дошли до конкретизации напрямую скажу механизмичность у нас проявлено базовый процесс хороший вопрос как механизм и я это самое вчера так это пока вывешу сюда вчера же я втихаря это сделал вот этот шаг не выставал на самой пленатке если я правильно понимаю на твой вопрос механизмичности базового процесса отвечает только еще одна конкретизация то есть в абстрактном виде это вот так будет и а содержательном а в лаборатории культуры мышления вот этот базовые процессы которого уже сказали как о шаге об одном он гарантированно за счет чего достигает какие элементы участвуют гарантированном воспроизводстве вот этой части согласишься ты Андрей что как раз то место которое обозначил как раз и есть выражено в нашем плане и это есть и я сейчас фишки так готовить и ну ишь ты как закрутил да соответственно сегодня по задаче что было что есть сейчас я успокоюсь сейчас ее зарисую и фишку зарисую сегодня вот это вот результат это тоже получили оно по сути должно быть в субъекте мысль объекта надо развивать я уже эту версию поддержал давай к сути а вдруг противостоянилось а схему мы должны правильно я понимаю что 22 схема это переход от ряда положенностей к метасистемости да система геннеза любое нечто самость должна соответственно я ее рисую я зарисую таким образом пока а какая чистота есть оригинал ураааа дождался дождался к тебе обратились есть есть давайте рассмотрим блин ряд структуру системы и каждый пунктирчик каждый раз если по культурам нарисую как в оригинале так я рисую вот так а я на своей но раньше рисовали вот как я хотел нарисовать да давайте согласуем Сергеевич рисует трех кадровку вот сейчас говорят про эти четыре онтасхемы ну в горизонтальном а в оригинале там больше кадров вот так он рисует он рисует коллеги, 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 коллеги сейчас Андрей задал принципиальный вопрос да, мы как будем либо мы опираемся на свои смыслы и воспоминания как кто рисует и где, как Алексеевич что-то нарисовал вот так либо мы обращаемся к парадигме да еще вот причем может быть даже мы и не согласны с этой парадигмой что нужно нарисовать но это уже критика вечный вопрос а вначале мы, ну условно, доверяем парадигме как бы там не резвился автор это рассудок как бы не резвился у меня сейчас вопрос ко всем на согласование совершим ошибку ну чтоб плюхнуться а потом мы себя за волосы выпечем давай 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 доложи версию докладывай ее до конца просто мне кажется ну книга написана в фотографии автора есть подпись есть но все документ запродоколирован ну я тогда иду к первоисточнику и нарисую мы наложим сегодня и двадцать вторую и двадцать третью ну если двадцать четвертую то будет вообще корпус и так двадцать вторая схема у нас двадцать четвертую уже блин семерочка там взорвет мозг всем это рядоположность рядоположность дальше у нас не нет структуры а справа пунктир так будет понятнее я просто хочу рисовать в оригинале потому что я и согласовывал участник для этого момента вот прямо все это уже обвратили смирную историю здесь обвратили я альтернативку рисую да 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 я и хотел сначала альтернативку но не помогло самому разобраться если это поможет не настаивно ничего я могу сказать что мне вот такое зарисование неудобно но чему-то у меня предложение давайте хотя бы парадигнательщики зарисуем а потом можно ну и и я это редуцировать своего удобства но исходно положить надо мне кажется надо один плакат взять и положить все четыре схемы это у нас хорошая идея началь но никто это не на смерть художника у нас художник сегодня для трех ночи рисал и стуль не только что надо не не что рисует дождь воду льет дал счет воду в стуфе и вилами по воде водит Мария Юрьевич бы спокойно согласился а пофиг на этих дебилов а а а пофиг на этих я лучше рисую чем этот «плох» так что нет нет ну честно я так считаю прости Бог прости конечно наша задача организовать встречу сурово согласен ну коже сам хотел бы умереть в битве с невежеством поэтому собрался воевать и будет готов умереть а если ты с Богом разговариваешь это нормально а если ты с Богом разговариваешь надо насторожиться молитва если с Богом это что ценить да надо насторожиться и 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 Это позорище это для Бояна просто. Просто позорище.